Показать себя, посмотреть, как выступают другие, проникнуться атмосферой творчества. Причин для участия в театральном фестивале «Мастер плюс ученик» у конкурсантов много. В этом году юные актёры взяли за основу отнюдь не детские темы для своих постановок. Со сцены прозвучали важные вопросы. Что такое любовь, истинный патриотизм и призвание в жизни. Надо мной висело огромное чудовище. До сих пор заживали глаза. Я вижу перед собой самодовольную, улыбающуюся фашистскую физиономию. А вот ученики младших классов остановились на более лёгком формате и поделились вредными советами. Для своего выступления коллектив «Креатив» выбрал инсценировку Григория Остера. Фрагмент про новое пальто ребята показали вместе со своим преподавателем. Это одно из условий конкурса. К спектаклю готовятся не только дети, но и их наставник. Ученики, которые видят своего преподавателя, своего руководителя в одной команде, и он может и показать на себе, как нужно играть, что нужно показать зрителю, в первую очередь. Потому что мы, естественно, играем для зрителя. Поэтому я считаю, что это важно. Я взяла на себя роль человека, который любит книги. Понимаете, я посчитала, что это очень актуально. Что интернет и вот эта зависимость компьютерная, она всё-таки как-то убирает у детей возможность читать книгу. А вот роль нового пальто досталась Агате Неверовой. В гемиё это уже третье выступление на большой сцене, несмотря на юный возраст. Сейчас будущей актрисе всего шесть лет. В прошлом году Агата дебютировала с постановкой «Малыши Карлосон». Вопреки убеждению, что каждая девочка волнуется за свой внешний вид, перед спектаклем школьница переживает лишь о выученных репликах и бурные леовации вызовет игра её коллектива. Вообще не нравится каждый раз переодеваться, тем более что-то примерять. Потому что что-то одел, потом надо это снять и что-то другое сразу. Как можно сыграть пальто и стихом. Если вы с друзьями вместе веселитесь во дворе, а с утра на вас надели ваше новое пальто, то не стоит ползать в лужах и кататься по земле, избираться на заборах, повисая на гвоздях. От отборочного этапа до финала добрались шесть театральных коллективов. Их мастерство и профессиональные навыки оценивала судейская комиссия. Лучшего выбирали в нескольких категориях. Акцент сделали на индивидуальности режиссерского решения и актуальности выбранного для постановки произведения. Сегодня мы будем оценивать, конечно, актерское мастерство, оригинальность подачи, будет оцениваться соответствие репертуара возрасту и, конечно, будет оцениваться общее художественное впечатление, общий уровень постановки. В номинации «Свободное творчество» победило кинотеатральное объединение «Синергия» из Центра детского творчества номер два. Лучшими в категории «Читаем слух» стал театральный коллектив «Мозаика». В следующем году организаторы планируют привлечь еще больше участников. Для этого в регионе есть все возможности. По поручению президента во многих школах области открыта площадка для репетиций.